Братья и сестры, слава нашему Господу! Великий милосердный Господь! Сегодня особый день, особый день для этих молодых людей, особый день для каждого из нас. Мы вновь и вновь вспоминаем о том, что Господь сделал для каждого из нас. Знаете, когда я пел эту песню, как-то передо мной много таких обездоленных душ появилось. Знаете, я вспомнил очень много людей, с которыми я жил много лет назад, с которыми я много жил. И, знаете, мне очень жалко, просто очень жалко, что люди живут без Христа. И по сегодняшний день они живут без Христа. Знаете, я услышал эти слова к себе, «Сын мой, ты должен быть благодарен, что я открылся тебе». Столько много труда Господом было положено для того, чтобы достичь твоего и моего сердца. Понимаете? Было положено Господом много труда. И сейчас Господь прилагает максимум, максимум сил для того, чтобы спасти наших детей. Чтобы спасти нас. Чтобы мы остались верными до конца. Чтобы приготовились к переселению. Потому что мы странники и пришельцы на этой земле. Хотя и много-много времени мы уделяем тому, чтобы работать на этой земле. И нам никуда не деться. Есть очень прекрасный и великий пример, который оставил нам Иисус Христос. Это посвящение. Мы, люди, которые отдали свою жизнь Господу, у нас есть обязанность посвятить себя на служение Богу. Посвятить жизнь свою на служение Христу. По что бы то ни стало, говорит Господь, будут трудности, я помогу тебе. Я не дам тебе сверх сил. Сын мой и дочь моя, ты должен вспомнить те обеты, которые мы давали. Служить Ему доброй и чистой совестью. Вчера мы 19 раз услышали о том, что молодые люди говорили, я обещаю служить тебе всю жизнь доброй и чистой совестью. Когда-то каждый из нас входил в реку и нам задавали те же самые вопросы. Кто для тебя является Иисус? Что ты Ему обещаешь в своей жизни? Да, человеческий фактор. Мы забываем многие вещи. Мы забываем многие вещи от того, Господь и напоминает нам каждый день. Мы читаем Священное Писание, мы слушаем проповеди. Мы приходим в Дом Божий, мы назидаемся от Слова Божьего. Господь вновь и вновь открывает нам в Своей божественной красоте Свою истину через Своё откровение, истину божественного откровения, чтобы возбудить чистый смысл, чтобы мы могли вспомнить, откуда мы не спали. Чтобы мы могли вспомнить, что было бы, если бы Господь не достиг Твоего и моего сердца. Каждый из нас понимает, что наш характер ни к чему доброму нас не приведет, что человек, он испорчен внутри, и стремление его без Христа на разрушение, не на созидание. Но Божья святая милость для каждого из нас. Ему слава во веки веков, ибо Он достоин этой славы. Аллилуйя Богу! Я хотел бы прочитать Священное Писание о жертве Иисуса Христа. Иоанна 17 глава, 19 стих. Мы читаем так написано. «Я и за них я посвящаю себе, чтобы они были освящены истиной». Господь выражает такие слова, что «и за них я посвящаю себя». Здесь это была такая, возвещена Богу Отцу такая молитва, что Бог, Он возвещал и говорил так, что «Отец мой, я молю Тебя за этих избранных людей, и не только лишь за них, но и за тех, которые уверуют по Слову, которые они будут возвещать, в том числе и за каждого из нас. Я посвящаю себя». Что этим хотел сказать Господь? Как Господь сделал это? Вы знаете, Богу было прекрасно и хорошо, но Он нечто прекрасное сделал для каждого из нас. Он был рожден на этой земле. Это прекрасное Бога явление на этой земле, рождение через Деву Марию, вдохновленный Духом Святым, зачатым Духом Святым. Был проповедан в народах. Люди могли осязать Его, люди могли восхищаться то, что Он проповедует, то, что Он принес Царство Божие на всю землю. Люди восхищались. Это есть прекрасный пример для каждого из нас, как посвятить себя на дело служения, как посвятить себя Богу. Что значит посвятить? Это значит отделить себя. Отделить себя и понимать, что я предназначен для высокой цели. И эту высокую цель поставил Иисус Христос для тебя и меня. Бог определяет твою и мою судьбу в Господе. И пусть Господь благословит, чтобы мы понимали, что Господь в нашей жизни желает от нас. Понимали о том, как Господь посвятил себя для нас. Посвящение Христа это было сознательно. И Иисус Христос, Он действовал сознательно. Он понимал. Ему не нужно было знакомиться с каждым из нас, чтобы понимать, каким мы люди. За этого человека я буду умирать, за этого человека я не буду умирать. За этого человека я буду проливать свою кровь, за этого человека я не буду проливать свою кровь. Бог своей всеобъемлющей любовью пленил нас и умер за каждого из нас, не разбирая. Несмотря на наши недостатки, на наши минусы и на наши плюсы. Богу не нужно было знакомиться с Тобой и со Мною. Он знал, что есть в Твоем сердце и Моем. Как и сейчас. Он знает, чем наполнено Твое и Мое сердце. Мы пришли сюда из чувства благодарности нашему Господу. Вновь и вновь преклоняться пред величием Его и прославить Его, потому что Он достоин этой вечной славы и похвалы. Посвящение нашего Бога – это весть великий пример для посвящения нас на дело служения. Однажды Давид сказал такие слова. Псалом 138, с первого стиха. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я ложусь и когда я встаю. Ты знаешь, помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли. Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе». Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь. Это совершенно. Есть такое выражение в жизни, что для того, чтобы познать человека, чтобы его узнать, нужно есть с ним не один путь соли. То есть, с ним нужно прожить определенный промежуток времени для того, чтобы познать его дела, его мысли, дружить с этим человеком, жить с этим человеком. И то, вы знаете, что не до конца. Не до конца. Но Богу этого не нужно. Бог знает все. Мы должны понимать о том, что это не наша заслуга, что мы не были такими добрыми, что не настолько мы стремились к Богу. Но Господь словом Своим, Духом Святым, Он работал в нашем сердце и влек нас к Себе. И это и есть заслуга нашего Господа. Ему вовеки слава. Лучшим доказательством любви нашего Господа это есть Голгофский крест. Бог проявил свою божественную и святую любовь и умер на Голгофском христе и воскрес для нашего оправдания. Ни в коем случае нельзя задавать Господу вопрос о том, что, Господи, если Ты сделаешь то или иное для меня, я пойму, что Ты любишь меня, что Ты крепко любишь меня. Самым великим доказательством является это Иисус. Потому что под именем Иисуса Христа, в имени Иисуса Христа есть спасение. Пусть мы всегда будем дорожить Господом. Пусть Господь будет в нашей жизни приоритетом. Пусть никогда в жизни у нас не уходит этот образ, образ распятия Иисуса Христа. Всегда помнить о том, что Иисус умер за нас. Мы недостойны были. Что Ты помнишь человека? Разве мы заслужили такое отношение к нам? Мы люди. До глубины души мы испорчены. Но Господь явил Свою божественную и святую милость. Люди погибают. Люди погибают в грехе. Но мы с вами, нам дана эта прекрасная привилегия. Дана эта прекрасная привилегия посвятить свою жизнь Богу. Чтобы твердым делать свое звание. Чтобы вновь и вновь утверждаться и укрепляться в Его святой великой благодати. Потому что Бог велик и милосердь, и благ, и сегодня. Бог видит твое и мое сердце. Чем оно сегодня наполнено. Бог видит твое и твои и мои мысли. Что мы посещаем? Куда мы заходим? Что мы читаем? Что мы смотрим? Устаем ли мы на Неве Божьей? Что мы желаем? Знаете, желание моего сердца, чтобы вновь и вновь образ Иисуса Христа, распятого Иисуса Христа, того Иисуса Христа, который посвятил себя, себя для нас, для того, чтобы нас осветить истиной. Он сделал все. Все для того, чтобы мы, люди, могли следовать за Иисусом Христом. Посвящение Иисуса Христа, оно было целенаправленным. Господь знал. Господь знал, какие страдания Ему нужно будет пройти. Он знал, сколько Ему нужно будет пройти шагов до Голговского холма. Он знал, насколько будут тяжелы эти удары. Он знал, насколько тяжел грех. Он был готов расстаться с Богом Отцом на короткое расстояние. Господь все знал. И Он целенаправленно пошел для того, чтобы спасти тебя и меня. Это есть великий пример. Я повторю, это есть великий пример для нас. Мы знаем, в кого мы уверовали. Мы знаем, что Он есть наш Искупитель. Мы знаем, что тогда, когда мы будем трудиться, во славу Его. Когда мы будем трудиться во славу Его, мы обретем награду в Нем. Бог говорит, ты действуй целенаправленно. Бери пример с Меня. Пусть образ Иисуса Христа всегда будет в твоей жизни. Пусть Божья милость и Божье благословение прибудет на каждом из нас. Мы остаемся благодарны нашему Богу в этот воскресный день. Мы будем вкушать вновь и вновь, как Он благ. Мы будем укреплять нашу веру. Бог будет укреплять нашу веру и нашу надежду во Иисусе Христе. И будем вновь и вновь вспоминать, что дорогой ценой искуплены мы. Что не просто так, не просто в мгновении ока мы как-то изменились, что что-то под своей силой что-то произошло и перевернулось в моей жизни. Мои мысли изменились? Нет. Много людей хотят освободиться от многих пороков. Я вспоминаю один такой пример. Я работал с одним человеком, он дорог моему сердцу. Знаете, этот человек был в проблеме 15 лет, наркоманил. И затем враг так сделал. Он бросил наркоманию и он заменил это пьянством. Он ничего не мог с собой поделать. Просто ничего. Человек был прекрасный. Человек был изумительный. Как душа у него была прекрасна, но ничего не мог поделать с собой. Вновь и вновь, когда он приходил на работу, мы работали с ним вместе, он сидел и плакал. Он говорит, Слава, я ничего с собой поделать не могу. Я ночами плачу. Я плачу ночами. Кто поможет мне? Люди устают. Люди устают от своих пороков. Люди устают от греха. Но Божья милость для каждого из нас, что мы здесь. Мы искуплены Его святой и великой кровью. И мы должны быть вновь и вновь и всегда благодарны Ему. Да пребудет Божья милость для каждого из нас. Будем помнить о том, что Бог милосерд и благ к нам и к нашим детям. Аминь. Спасибо.